Привет, я Антон Акулич и вы смотрите Рэп Ньюз USA. И сегодня мы ознакомимся с творчеством таких групп, как Onyx и Dog DoD. Onyx – хардкор хип-хоп группа из Куинса, район Нью-Йорка. В разных кругах известная как пионеры батл-рэпа. Была основана в 1988 и к началу 90-х приобрела многомиллионную популярность слушателей по всему миру. Особенно узнаваемой она стала после трека «Слэм», который впоследствии закоренил их фирменный танец, где все члены группы просто сходят с ума. Их творчество многократно запрещалось из-за агрессии к власти, злостно высказанной в своих текстах, также зачастую из-за призывов к анархии. Onyx и нередко называли себя лысыми, поскольку у всех участников были полностью выбриты головы. Группа быстро набирала свою аудиторию, ведь лирика и энергичные клипы в перемешку с пропагандой курительной смеси очень востребовано было в то время в США. За всю рэп-карьеру группа смогла записать множество совместных работ с другими легендами, такими как Тупан, ДМХ, Биг Пан и тогда еще неизвестным Фифти Сентом. В 2008 году Фредро Стар, один из участников группы, записал песню совместно с ростовской группой «Песочные люди». Песня называется «Квинс Ростов». Клип «Бэк Бэк» рассказывает нам о жизни ниггеров, где быть застреленным за пару баксов — это в порядке вещей, и твоя жизнь не продлится долго, если ты строишь из себя крутого парня. Легендарная группа радует фанатов уже не первый десяток лет, и заметно, что они до сих пор не отходят от старых тенденций в современной ротации своих клипов. В этом вы сами можете убедиться. ЗАЕБИСТ ДОК ДОДИ ДОК ДОДИ — нидерландская хип-хоп-группа из Гронингена, образованная в 2006 году. Их тексты сравнимы с ядом гремучих змей, а биты из преисподней поднимают демонов в мистовство. Примечательно то, что подружились они вовсе не на музыкальной почве, а к любви к комиксам. Если внимательно их слушать, то можно заметить в тексте известные фильмы ужасов. Все участники группы имеют интернациональные корни, а вдохновление в написании треков им придает хардкор хип-хоп из 90-х из Америки. Плюс к этому добавляются элементы европейской электронной музыки, такой как дабстеп и грайм. Вместе со строками, наносящие резкие удары и мультяшным насилием, они начали новый этап в революции рэп-музыки. В начале 2011 года дуэт «Тьмы» выпускает новый клип «What Happened?», который громко заявил о их существовании, собрав на ютюбе уже 15 миллионов просмотров. После удачного старта последовал второй альбом с названием «Die Roach», на котором также принимала участие уже известная нам группа «Оникс». Последний выпущенный клип «Dob Dio D» с названием «Ridiculous» очень четко передает, как выглядят на их фоне другие рэперы. Радует то, что они постоянно стараются повышать свой уровень, что является отличным примером для многих нынешних ру-рэперов. Они смеются над твоим кумиром, они идут по головам ваших любимых рэперов. Обе группы хороши, но кто же лучше? Давайте решим это в комментариях. Также не забываем подписаться на канал и поставить лайк, чтобы выпуски выходили почаще. Большое спасибо за перевод и помощь Эрику Ручко, с вами был Антон Акулич, пока. Субтитры сделал DimaTorzok